Почти в каждом доме найдется десяток вещей, делающих нас мобильными. Телефоны, ноутбуки, mp3-плееры. Все эти устройства объединяют то, что они нуждаются в автономных источниках питания, батарейках и аккумуляторах. Однако любые батарейки рано или поздно выходят из строя, и их приходится выбрасывать. Не задумываясь, мы отправляем их в мусорное ведро. Батарейка и аккумуляторы состоят из таких тяжелых металлов, как ртуть, кадмий, марганец, свинец, которые имеют накопительный характер и накапливаются в организме человека. И влияют на половую систему мужчины и женщины, нервную систему, кровеносную, кору головного мозга, если попадают в организм человека. Поэтому такие элементы питания, как батарейки, либо аккумуляторы, выбрасывать в обычный контейнер запрещено. Я, в принципе, за то, чтобы их выбрасывать в предназначенные места. Если люди считают, что они вредны, допустим, наука это доказана, то, конечно, я за то, чтобы их утилизировать как-то правильно. Вы сами опасаетесь за свое здоровье? Конечно, опасаюсь. Наш герой опасается влияния негативных последствий, которые оказывают батарейки на организм человека. И это правильно. Ведь батарейки – это устройства, которые, выйдя из строя, разрушаются от коррозии. А тяжелые металлы, такие как свинец, ртуть, марганец, магний, цинк, пагубно влияют на здоровье людей и на окружающую среду. Следуя принципу круговорота веществ в природе, становится понятно, что из среды, которая нас окружает, все вредные вещества поступают в организм человека. Как следствие, человек начинает страдать от серьезных недугов. ЖСК, ЖПК, кооператив должен иметь одну луну для жильцов. То есть специально человек из дома батарейке не повезет. Пока в нашем городе и в целом в стране нет завода, который бы занимался переработкой использованных батареек. Но есть специальные склады, на которых хранятся непригодные источники питания после того, как были выброшены в отведенные для этого контейнеры. В Бресте на складе использованных элементов питания совсем немного в сравнении с тем, сколько их попадает на свалки и загрязняет окружающую среду. На сегодняшний день вопрос утилизации их не решу по всей республике. У нас есть оператор вторичных ресурсов, который занимается утилизацией по всей республике не только батареек, но и вторсырья. И вот разрабатывается на уровне наших университетов, нашей академии наук. Вопрос, куда их дальше надевать, потому что они скапливаются. Мы уже на сегодняшний день собрали две тонны. Две тонны лежат у нас на складе. Вы знаете, что это и экология, и запахи, и разлагаются они. Поэтому вопрос стоит серьезно, чтобы они методику разработали, разработали какой-то механизм утилизации их, переработки. На корпусе батарейки практически всегда присутствует знак в виде перечеркнутого мусорного контейнера, сообщающий о том, что ее нельзя выбрасывать вместе с остальными бытовыми отходами. И это не просто картинка. Продолжение следует...